Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Сегодня буду работать в разных направлениях, поэтому смотрите меня везде. Вчера сделала видеоматериал на основном канале и рассказывала об учении Иисуса Христа и Его основной платформе. Конечно, удивлена была теми комментариями, которые обнаружила утром под видеоматериалом. Начну с женского комментария. Меня упрекают в том, что я якобы ненадлежащим образом выгляжу. И люди не воспринимают библейскую информацию, когда так выглядит проповедник. Мне очень часто женщины именно делают замечания относительно моей внешности. Я вам хочу сказать, что как бы я ни говорила за кадром, в кадре, через аудиозапись, меня все равно не слышат. Потому что наступили такие времена. Времена голода, слышания слов Господних. И люди просто-напросто стали настолько мирскими людьми, далеки от духовности, что их не интересуют ни тексты Библии, ни тексты Корана. И помимо этого, очень много сейчас людей, всевозможных лжехристов, лжепророков, которые пытаются плестить даже избранных мира сего. Я сейчас зачитаю вам одну цитату Евангелия от Марка, глава 13, стих 22. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамение чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных». Вы же берегитесь. Я, в принципе, работаю с достаточно сложной аудиторией. И верующие люди редко заходят на мой канал всему свое время. На сегодняшний момент у меня полный полисадник царей. Вот с кем нужно работать. Поскольку есть фраза, которая говорится о том, что цари услышат то, что никогда не слышали. Поэтому нужно работать именно с этой аудиторией. Нужно доносить те знания, которые у меня есть, а они у меня есть. И я не собираюсь злословить царя, который оставил мне достаточно серьезный комментарий под моим видео. С ником Илья Тимошевский, я сейчас говорю Олеге Николаевиче, затем успешно стер эти комментарии. Вот в одном злом комментарии было написано о том, что я якобы несу бред. И в следующих комментариях была информация, в которой говорилось о том, что Иисус приходил 2000 лет назад. Его учения существует так много, но тем не менее оно не принесло никакой пользы. Поэтому, в принципе, вот эти все тексты не нужны, потому что придет новый Мессия, принесет новые учения, и Библия и Коран забудутся. Есть очень хорошая цитата у Экклезиаста. Это у нас глава 10, стих 20. Не злословь царя, даже в мыслях твоих я злословить не буду. Но ответить отвечу в качестве назидания. Олег Николаевич, дорогие мои цари, вот эти книги, книги Ветхого Завета, Нового Завета и Корана, это, по сути, история нашей цивилизации. В текстах Ветхого Завета, эта история дана до последних времен, до века долголетия и до века, в котором люди будут жить вечно. То есть, до состояния рая. И рай этот будет представлен бессмертием. Когда вы мне говорите о том, что Иисус уже пришел, пророчества сбылись, и, в принципе, можно откинуть книги Ветхого Завета, я вам откровенно хочу сказать, мои дорогие, нет, пророчества не сбылись. Мы же еще не дожили до века долголетия, мы не живем в веки бессмертия. А еще есть у нас предисловие, когда народ Израиля должен вновь стать Богоизбранным, должен принять Мессию Иисуса Христа, поскольку они до сих пор живут сами по себе, и, будучи иудеями, не признают Его. А ведь в текстах Ветхого Завета черным по белому сказано, и возряд на Того, Которого пронзили. Вот когда народ Израиля признает Мессию Иисуса Христа, тогда мы поймем, что утешитель достучался до их сердец. Должен прийти утешитель, в конце концов, должен объединить все конфессии, каким образом он это будет делать, достаточно сложно понять, но нужно пытаться делать. Нужно пытаться работать в этом направлении, я понимаю, придет грядущий царь и, возможно, принесет свое учение. Но это не значит, что этим грядущим царем будет грядущий православный царь из династии Романовых, который должен возглавить нашу страну, о котором говорится в пророчествах старцев. Потому что есть у нас пророчества библейские, и грядущий царь по библейским пророчествам это Иисус Христос, и он же Мессия. Безусловно, грядущий русский православный царь, он восстановит экономику нашей страны, он оздоровит политику нашей страны, он будет великим миротворцем, он наладит политические связи между многими странами, но, тем не менее, я не думаю, что он будет работать над каким-то учением, которое связано с Библией. Если да, то он, безусловно, гениален. Ну, на сегодняшний момент у нас, в принципе, есть учение. Есть учение человека, который живет в нашей стране, и я вам об этом говорила. Учение о мироздании Сергея Сергеевича Коновалова. У него миллионы учеников, достаточно много книг. Это новое учение, оно опирается на Бога, духовенные тексты. Единственное, что нет связи с цитатным текстом. И на сегодняшний момент, вот когда я вам даю свое новое учение, то я соединяю, по сути, ту информацию, которая есть у Сергея Сергеевича, с Богдуховенными текстами. Конечно же, я вношу свою корректировку, поскольку есть расхождения, но они не столь значительные, поскольку приходится работать сразу со всеми текстами. И мне хочется сказать, Олег Николаевич, что вы все-таки, как человек благородный, благородных кровей, как человек, который, возможно, станет главой нашего государства, должны все-таки прислушиваться ко всем блогерам и не принимать информацию за бред, потому что придет все равно женщина, которая научит людей текстом. Это обозначено в текстах Библии. Иеремия, глава 31, стих 22. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Конечно, в текстах Библии много аллегорий. Если мы возьмем Ветхий Завет, то там жена представлена народом Израиля, муж или супруг, это сам Господь Бог. Если мы возьмем тексты Нового Завета, то здесь слово «жена» приобретает несколько другое значение. Это сообщество людей, последователей Иисуса Христа. А Иисус Христос – это жених или супруг. Вот той вот невесты, которая объединится во всецело для того, чтобы прийти к Богу через уверование в Иисуса Христа, в Мессию. Но есть информация еще о какой-то особе. Зовут ее Царица Южная. Есть информация о ней, как о Царице Южной, которая придет к Соломону послушать мудрости Соломоновой в текстах Ветхого Завета. Безусловно, это Савская. И есть информация в текстах Нового Завета. И причем неоднократно. Глава 12. Благовествование от Ватвея. 42 стих. Царица Южная восстанет на суд с родом Симы, осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Вот здесь это где? Конечно же, безусловно, в текстах Иисуса Христа. Поэтому я буду говорить неоднократно об учении Иисуса Христа и о тех основных канонах, которые он дал. И в следующем видеоматериале я свяжу многие цитаты из текстов с песней Песней Соломона, для того, чтобы вы увидели образ вот той царицы, женщины-идеала, которая описана у нас в богодуховенных текстах. Поскольку без женской сути, без женского начала нам перед вторым пришествием не обойтись. Это доказывают богодуховенные тексты. Поэтому советую иногда меня все-таки слушать и прислушиваться. Извините, если чем-то обидела, резко ответила. Но я думаю, что лучше все-таки разобраться в той информации, которая есть, дабы прийти к всеобщему мнению. Всего вам доброго! До следующих встреч!